Продолжение следует... ...касающиеся как местного, локального лечения, локооригинального, так и особенностей системной терапии. Ну вот обычно мы там говорим о молекулярных и прочих маркерах, но вот даже если только стадия, вот если начальная стадия, то и как при рецептор-позитивных гормонозависимых опухолях, так и при агрессивных опухолях, ХЕРТ-2 экспрессия, трижды негативный. В общем-то отдаленные результаты хорошие. 95% при рецептор-позитивных через 9 лет или там 99 даже процентов через 7 лет при ХЕРТ-2 позитивных. Но, естественно, всё как бы традиционно рассматривается с точки зрения хирурга. Ну, в частности, вот Михаил Гнант, он один из учредителей и руководителей вот этой вот конференции Сан-Гален-Пьене, который в своём докладе или там лекции, ну как бы так обратился, не то чтобы критикой, но осторожным отношением к пластике при раке молочной железы. То есть было сказано, ну, конечно, пластика это очень важное направление, но очень часто, особенно в частных центрах, лица или хорошие хирурги не подготовлены в области онкологии, современного лечения, выполняют такие операции. Вот здесь, как бы, такой юмор, выставка, так сказать, одежды и нарядов, как бы представляющие хирургов-пластиков. Ну, надо сказать, что, вот говоря о хирургии, особенно о радикальных мастектомиях, особенно в Европе явный спад выполнения таких калечащих операций, благодаря, прежде всего, скринингу, а также и успешному системному лечению, когда после неодевательной терапии удается сохранить молочную железу, выполнив там секторальную резекцию и BFC сигнальных климпослов. Однако, в других странах, в частности, в Америке, особенно после, вот, в том числе, публикации новых, значит, мутаций генов, не только BRCA1, 2, а 14 названных генов разной пенетрантностью, но это, как бы, напугало многих женщин в смысле, вот, сохранения молочной железы. Если есть вот такой вот наследственный признак и мутация гена, то не проще ли, не лучше ли, значит, выполнить двустороннюю мастектомию, чтобы спасти себя и предостеречь от развития рака. Но когда уже опухоль одной из молочных желез, то при наличии мутации, вот, как, вот, избежать такой вот сохранной хирургии и получив угрозу или риск нового гетахронного рака. Ну, надо сказать, что ведь и при каждом, и при наличии мутации, допустим, если опухоль относится к трижды негативному раку, благодаря химиотерапии или, там, значит, другой терапии удается достичь полного регресса опухоли. Но мы во всём здесь, вот, в данном докладе не рассматриваем ситуацию с наличием мутации, наличию, там, мутации генов ВРС1 и 2 и других генов. Их 10-12% на все случаи. И, конечно, там, в общем, нужно необходимо ещё доказательство безопасности меньших хирургий. Но что очень важно, и в прошлый раз, и вот, в особенности, на 17-м, вот, в конгрессе, Сангален, авторы, которые раньше выступали и критиковали Северные Штаты и Канаду за очень частое выполнение мастектомии, вместо того, чтобы сохранить молочную железу, вот, Моника Морова выступала. А сейчас она как-то более осторожно уже там призывает, в частности, вот это направление, которое мы считаем очень важным. И уже появляются целые исследования, касающиеся вообще отказа от хирургии, даже от органосохранной хирургии. Если достигнут полный регресс, допустим, при трижды негативном или хердопозитивном, полный морфологический регресс опухоли в самой молочной железе и в лимпоузлах. Но здесь, конечно, еще большое поле исследования, кстати, наш институт этим широко занимается, причем он не сразу начал вот так вот, такой вот, выполнение просто там направленных биопсий, подтверждение отсутствия инвазивного рака. Но сначала было проведено большое исследование, насколько лучевые методы диагностики позволяют точно определить и совпасть морфологический регресс. Вот, совпадение бывает где-то около 70%. И как вот эта биопсия, вакуум-ассистивная биопсия, насколько она специфична и чувствительна в точном определении вот этого полного регресса, безопасного для пациентов. Это исследование продолжается. Мы регулярно в нашем отделении, вот Пётр Владимирович, там даже будет, наверное, сообщение, вот, продолжаем эту работу. Ну, это, конечно, должно быть кооперативно между интернациональным, может быть, и средним будущим. Но это направление должно развиваться, поскольку нелогично при полном регрессе опухоли и молочных железей, и в лимфоузлах, по-прежнему выполнять, как это делается в некоторых или большинстве случаев, в общем-то, колечных операций, лучевой терапии и так далее. Ну, а то, что касается первичной ранних стадий, ну, это уже, как бы, уже три года назад было ясно, что здесь даже при определении метастазов в лимфоузлах, сигнальных лимфоузлах, в одном-двух, выполнение оксидианной диссекции полной, ну, ненамного превышает проведение просто лучевой терапии. Ну, 1,8%, значит, ну, а тут около 1%, поэтому это уже, как бы, и не вопрос. Вот такой же подход после неодевантной терапии, когда исходно была большая опухоль и достигнут значительный регресс и почти полное исчезновение в самой молочной железе, но какие-то наличия метастазов в лимфоузлах, резидуальные заболевания, значит, в самом лимфоузлах. Поэтому здесь, как бы, спрашивается вот на этом Конгрессе, показано ли выполнение аксидианной лимфодиссекции при такой ситуации? Ну, большинство считает, что да, следует выполнять, вот, даже при таком размере, полную аксидианную диссекцию. Или другой вопрос. Вот при наличии микрометастазов, ну, здесь уже другая картина. Или, например, изолированных опухолев клеток, то есть минимальное поражение. Здесь уже 39%, там, 11% считают, что здесь необходима полная аксидианная лимфодиссекция. А большинство считает, что здесь можно воздержаться такой расширенной хирургии. Ну, в общем, при обнаружении макрометастаза в одном из трёх сигнальных лимфоузлов, ну, конечно, здесь показано выполнение аксидианной диссекции. Вот. А при наличии таких микрометастазов, учитывая, что всё-таки могут быть метастазы и в других лимфоузлах, 72% опрашивающих при категории из клинических Н0 до начала химиотерапии, то здесь как бы 72% ответили согласием. И лишь при наличии одного лимфоузла из трёх исследованных, наличии изолированных опухолев, то есть здесь крайне редок рецидив заболевания, в общем, положительно оценивают отказ от широкой аксидианной диссекции. А вот является ли так называемая таргетная аксидианная диссекция, которая уже сейчас не так часто в России выполняется, но вот в нашем центре это уже в течение трёх или более лет, то большинство опрашиваемых считает, 90%, считает это важным подходом маркировки, даже если это было исходно категорией Н1, перешедшей в категорию Н0 после неодеватной терапии. То есть вот эта процедура, вот такой объём считается вполне адекватным и безопасным для пациентов. Что подтверждается уже и трёхлетними результатами лечения. Ну, говоря уже о системном лечении, обычно деление на подтипы, но вот как это ни странно, в Сангалин 17-й просто делит на опухоли с экспрессией рецепторов эстрогенов, экспрессии 2 и 3-жды негативные. Ну, такое упрощённое понятие. Но исторически вот 1% порог экспрессии рассматривался для назначения эндокринотерапии. Ну, он остаётся весьма противоречивым, потому что, скажем, при оценке отдалённых результатов, оказывается, что, вот, скажем, при экспрессии от 1 до 9, которые мы считали, в общем-то, нечувствительными гормонотерапией, мало исследований, всё-таки это результаты чуть лучше при сравнении с истинно рецептором негативными опухолями. Поэтому и голосование вот в Сангалине как бы разделилось поровну по поводу вот подхода к гормонотерапии в зависимости от экспрессии рецептов стероидных гормонов. Ну, а есть второй важный признак, так сказать, и простой для исполнения, это экспрессия КИ-67. Ну, вот, видите, нет голосования, достигающие даже 50%. Вот, значит, 5% и 30%, диаметрально противоположные. Так вот, как рекомендует эта группа, теперь называется, значит, объединение КИ-67. Как они расценивают значение КИ-67? Вот, скажем, если КИ-67 менее 5%, это показания гормонотерапии. Они не должны получать химиотерапию. Со значением 30 и более, значит, показания химиотерапии. Но, однако, самое-то главное, большинство пациентов с ранним позитивным раком находятся между этими крайними значениями. То есть, вот так панель не смогла определить порог между 10 и 25% для рекомендации, допустим, химиотерапии при пациентах без метастазов в лимфоузлах. Ну, конечно, здесь в этом ситуации связывается как бы с прогнознастическим и предиктивным значением вот этих исследований. Тейлор, это онкотаб ДЭКС, Миндак Мамампринт и Эрэкспондер, тоже онкотаб ДЭКС. Два первых случая – это больные без метастазов в лимфоузлах. И Эрэкспондер – это изолированное поражение, не более трёх лимфоузлов. Но если пациенты попадают в промежуточную группу, то есть промежуточного риска, особенно после менопаузы, никакого выигрыша от химиотерапии, конечно, нет. Только, значит, при менопаузе у пациентов в это исследование Эрэкспондер, попадающую в группу, промежуточную группу, где и была рандомизация, есть тенденция к повышению выживаемости, ну, где-то на 5%. Но это существенно для этой группы. Вот новое, относительно новое направление BCI – это Брэкспондер индекс, где меньше генов оценивается, 5 генов, измирающие пролиферацию, и ещё 2 гена пропорции. А, значит, чем, вот какие вот преимущества вот такого подхода Брэкспондер индекс? Что оно позволяет оценить не только в первые 5 лет ситуацию и предсказать там рецидив или чувствительность к лечению, ну, и последующие 5 лет, то есть до 10 лет, но пока ещё исследований не так много. И вот снова вопрос с Ангалина, касающийся порога, вот то, что мы уже говорили, чувствительности к гормонотерапии. Значит, 50, половина экспертов считает, что вот в 1% это уже там, значит, достаточные показания к назначению гормонотерапии. А половина считает, что должно быть более 10%. Ну, мы обычно придержимся вот этой второй части, то есть там, где более 10%, потому что это наиболее доказано. Ну, и вот здесь как бы показаны тот размер опухоли, когда прелиминальным следует назначать на каком-то этапе, или лучше первично, гормонотерапию. Ну, 58% поддерживают уже при микроинвазивной. По сути, здесь эффект гормонотерапии такой профилактический. Но и даже и прелиминально Б больше половины, 58% считают, что здесь надо назначать гормонотерапию. Но, правда, не говорится, а может быть сначала, там, после химиотерапии. Ну, это маловероятно. И вот дальше. Касаясь уже экспрессии, коэкспрессии рецепторов эстрогенов и ХР2. То есть трижды позитивная опухоль. Тоже очень своеобразная опухоль. И не такая благоприятная, как кажется, вот при положительном ЭР. Так вот, начиная с 5 мм, половина экспрессии считают целесообразным, необходимым назначение эндокринотерапии. Ну и вот, скажем, ситуация тоже рецептор с аген позитивной, хр2 негативной опухоли. Если первая или вторая степень низлокачественности лобулярная карцинома, то надо назначать и химиотерапию, и дополнительную гормонотерапию нет. Ну, здесь полон разделили, 48% считают надо, почти половина нет. А если это опухоль только первой степени низлокачественности, благоприятная, и КИИ-67, меньше 10%. Ну, здесь только 37% поддерживают назначение сначала химиотерапии, а потом переход на длительную эндокринотерапию. Ну, если, скажем, шкала риска, онкотайбдекс меньше 11%, то только 38% поддерживают химиотерапию. Но если, конечно, она уже ближе к 25%, то есть промежуточный риск, то здесь уже больше половины, 58%, считают необходимым сначала проведение химиотерапии с последующим переходом на эндокринотерапию. Ну, и, конечно, поскольку рецептор позитивный опухоль составляет большинство, то не совсем понятно, с точки зрения здравого смысла, почему так редко назначается неодевантная эндокринотерапия. Хотя в некоторых странах, вот в Европейском Союзе, все чаще лечение начинается с неодевантной эндокринотерапии. Вот главный докладчик Сангалине по неодевантной терапии Стивен Джонсон, он показал, кстати, и нашу работу, которая была опубликована в Кэнс-журнале в 2007 году. И вторая работа через 14-й после нас, это работа Акима Южной Кореи, где он показывает, что при вот таких вот рецептор позитивных опухолях, при сравнении с химиотерапией, это прямое сравнение, с химиотерапией, включающей токсан и антоциклина, отличий нет как бы. Но токсические эффекты, конечно, выше в группе химиотерапии. И самое главное, что вот на этом этапе сохранные операции чаще выполнялись у пациентов, получавших эндокринотерапию. 33% против 24%. Но, надо сказать, что и в этом смысле Стивен Джонсон абсолютно прав, что здесь следует с самого начала предусмотреть преодоление резистентности гормонтерапии. Ну, кроме оценки КИИ-67 и так дальше. И вот ряд исследований, которые уже на неводевантном этапе используют препараты, преодолевающие резистентность. Ну, в частности, вот, скажем, ПИА-3 киназа, это явно признак высокой агрессивности гормонозависимых опухолей. А если использовать препарат, ингибитор, вот, скажем, ПИА-3 киназа, ТАССАЛИСИП, это исследование Лорелли, или ингибитор рециклинозависимых киназ, вот, ПАУБАЦИКЛИБА, БЕМАЦИКЛИБА, РИБАЦИКЛИБА. Три исследования, НИОПАЛЬМА, там, НИОМОНАРХИИ, значит, и КОРАЛЛИАН, это вот РИБАЦИКЛИБА против химиотерапии. Исследования, конечно, пока еще в фазе такого привычной оценки, но надежды большие, пока нет еще пятилетних результатов. И вот важно, что, или даже интересно, что адъювантные исследования этих же препаратов, ингибиторов циклинозависимых киназ, раньше проведено, чем неоадювант. Вот это отношение, ну, тоже распространенный опухоль, третий, второй бы стадии. И только в одном из этих исследований, это вот исследование монарх, тоже монарх, ведь монархия есть, неомонархия и так далее, значит, показаны позитивные результаты адъювантного применения. Вот уже есть пятилетние результаты, значит, 82%. А в остальных исследованиях, исследования ПАЛАС, вот, ПАЛБАЦИКЛИП, ПЕНИЛОПА, это после, значит, неодевантовой химиотерапии. Достоверных отличий в пользу и использованию вот этих ингибиторов, почему-то нет. И исследования на ТАЛЕ продолжают набор, там свыше 5000 пациентов планируется, и лечение уже будет в течение трёх лет. Вот здесь выдана объективная оценка целесообразности использования вот этого, такого направления в неодевантной и в одевантной терапии. Ну вот, прямое сравнение, монархия, где позитивные результаты, ну, хотя бы на 3% через 5 лет, и ПЕНИЛОПА, это вот немецкое исследование справа. Да, здесь на каком-то отрезке времени были какие-то позитивные результаты, но вот при оценке уже 4-летней выживаемости отличий нет. Вот, то есть такие исследования будут продолжаться и далее. Ну вот, Гарард Бурштейн, тоже один из таких экспертов, Сангален, в течение уже многих лет, вот он считает, что, имея вот эту информацию в этих исследованиях, что только вот два позитивных биомаркёра, вот обследователь, рассмотрят, это отрицательные рецепторы эстрогенов, ищут два. Вот здесь чётко определённость, если они, рецепторы эстрогенов, позитивные, то всё равно на каком-то этапе будут хорошие результаты, и это эндокрин. Если эстрогенов, то здесь, ну, например, прогноз лучше, а если они позитивные, то есть как бы препараты, воздействующие на эстрогенов и обеспечивающие даже полный регресс опухоли в неодевантных режимах. А все остальные названные маркёры, они имеют лишь относительное значение чувствительности к терапии или резистентности к ней. Ну, это для практики, это очень важное такое заявление. Ну, вот рассматриваем, скажем, неодевантно, возвращаясь к неодевантной терапии. Раньше считалось, что если достигнут полный регресс, особенно в клиническом испытании, рандомизированном и так дальше, то это право, значит, допустим, организациям, отвечающим за внедрение или подтверждение эффективности препарата, Food and Drug Administration, например, в Америке, значит, право утвердить этот препарат. А вот эксперты, и это уже так началось несколько лет назад, считают, что достижение полного регресса – это, конечно, обнадеживающий результат, но это не доказательство полной эффективности этого препарата. Необходима дальнейшая оценка бессобытийных и общей выживаемости. Иван Фрисова, иван Фрисова, иван Фрисова, значит, вот когда это подтверждается, 83% экспресса так считает, то тогда это право на утверждение эффективного препарата. Ну, вот, скажем, можно ли использовать для, как бы, планирования неодевантной эндокринотерапии вот такой же подход генэкспрессион, то есть генетическая оценка. Вот онкотайб, допустим, использование, там, мамопринт и так дальше. И вот 73% поддерживает такой подход, что, допустим, начинать это действительно с эндокринотерапии, или уже вот это при третьей стадии начинать с химиотерапии. Ну, это не совсем укладывается, потому что предыдущие вот слайды этой же экспертной группы, ведь там говорится, что если опухоль третьей стадии, вот, то здесь безотносительно других признаков в любом случае будет сначала химиотерапия, вот. Но, в принципе, вот право идти, значит, нужно смотреть всё. И традиционные признаки КИ-67, там, уровень экспресс-рецептостероидных гормонов, степень злокачественности, и, конечно, неплохо посмотреть, если есть возможность, и вот такие вот, значит, маркёры, молекулярные маркёры, сигнатуры, так называемые. Ну, вот переход уже, то, что рассматривалось и, значит, на Сангалине, и сейчас на АСКО, это подход, как бы, следующий шаг, онкология, иммуно-онкология, иммунооценка и так далее. Ну, вот наша работа, она была, вот, касающаяся, вот, ТИЛС, то есть опухоль инфитрирующих гепатцитов, она была выполнена в 74-м, опубликована даже, вот, вверху, в 74-м год. Вот, кстати, в немецких журналах, а, кстати, и группа, ТИЛС, она тоже, Декерт и прочее, она тоже вот из Германии. Так вот, тогда уже мы там посмотрели, но не получили в то время поддержки. Ну, казалось как-то странным. А сейчас это уже вот такой вот подход, в том числе и Сангалина, по крайней мере, как ТИЛС, как прогнозистический фактор, который увеличение, допустим, после химиотерапии на 3% увеличивает выживаемость чуть ли не на 10%. Но мы, вот, продолжая эту работу, ну, не мы, а вместе с нами, патоморфологи, отделы монологии, показали, что имеет значение не только сам по себе, а отдельные категории ТИЛС, допустим, CD3+, при высоком уровне, зеленая, высокая выживаемость, вот, а при, значит, скажем, высоком уровне CD4 регуляторных клеток, наоборот, чем выше, тем ниже выживаемость. Вот. То есть, имея значение, как бы, отдельные фрагменты в этой системе. Или, скажем, ну, основной фактор, ПДЛ-1, это элегантный ПД, который определяет течение заболевания, прогноз и так далее, чтобы при его высоком уровне прогноз значительно хуже. Поэтому-то и предложены препараты типа Тезодезумаб, которые являются ингибиторами ПДЛ-1. Но это исследование продолжается, и надо сказать, что еще есть другой пример, ФОКСП-3, который и при других опухолях рассматривается. И он тоже вот в таком чистом виде считается неблагоприятным. Он кодирует регуляторную систему, выживаемость значительно ниже. Но когда есть рецептор позитивный, опухоль, там действительно неблагоприятно. А есть рецептор негативный, то, наоборот, в правдослужащие, то есть это направление исследуется. И вот, говоря уже о самой иммунотерапии, но среди огромного числа опухолей, только трижды негативный рак молочной железы, красная линия, как-то более-менее высвечивается, и какие-то уже есть первые результаты, в том числе трехлетние, посетиванного эффекта иммунотерапии. И при этом не отрицается, вот, скажем, если пациент получал неодевантную терапию, вот, значение ТИЛС в резидуальной, в самой молочной железе, оно тоже имеет позитивное прогностическое значение. Ну, есть уже ряд очень крупных исследований, вот, английское исследование Шмидт, от импажин-130, где показана более высокая общая выживаемость при добавлении к химиотерапии отеза лизумаба, ингибиторы ПДЛ1. Вот, но есть, да, и другие исследования. Импажин-131, вот, это большая группа с нашим участием, где, в общем, первые вот эти годы от достоверных отличий не было найдено. Сейчас какое-то расхождение, но пока не достигает такой вот высоких отличий. Исследование продолжается, нужны большие сроки наблюдения, чтобы дать объективную оценку. А если оценивать неодевантное, это же импажин-031, тот же Шмидт, ну, тут явный эффект добавления отеза лизумаба к химиотерапии, 57 против 41. Вот, и кинут 522, тоже Шмидт, и там эффект позитивный отеза лизумаба, как при высокой экспрессии ПДЛ-1, так и при негативной. Вот. Отличия достоверны в обеих группах. Чего не скажут, скажем, в исследовании неотреб, это в Укаджиане итальянская группа, ну, там и немцы участвуют, и наш институт. Здесь таких больших отличий не найдено. По оценке патологической комбинации спонсор, полного регресса. Разница всего 3%. Поэтому в Укаджиане, докладывая данные и на АСКО, и вот на Сан-Антонио, что мы ждем пятилетних результатов, чтобы дать объективную оценку. Надо сказать, что и сам Сан-Галин, вот теперешний, вот этого, 21-го года, пока так активно не поддерживает вот эти исследования терапии, исключая вот экспрессию, там, ингибитор ПДЛ-1. Но поддерживает пока вот прогностическое значение ТИЛС и ПДЛ-1. Ну, вот скажем, это уже вот то, что слева. ТИЛС – это прогностический фактор. Особенно при трижды негативном и хердопозитивном раке. Он также важен и после неодеванта, химиотерапии. И здесь в будущем можно будет рассматривать вопросы деэскалации лечения и отказ от некоторых схем химиотерапии в пользу иммунотерапии при самых агрессивных опухолях. Но это исследование как бы продолжается и планируется дальше. Как неодевантные испытания, крупные международные исследования, вот то, что я уже упоминал, импажи 0.31, вот так и одевантные. Импажи 0.30. Она уже активно набирает пациентов, там уже свыше, по-моему, 4 тысяч пациентов. Химиотерапия плюс-минус атеза лизумаб. И лечение резидуального заболевания после неодевантной терапии, где, в общем-то, других уже резервов, кроме иммунотерапии, то, в общем-то, и не остается. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok